Привет, мои дорогие рукодельники и рукодельницы! Вы на канале Рукоделие Наслаждение и с вами Наташа Дуйк. Итак, давайте продолжим вывязывать наше платье. Моя дочь уже не может дождаться, чтобы его одеть и сфотографировать. Вот уже даже цветы мне принесла, на фоне которых она хочет фотографироваться. Красивая сирень, пахнет очень замечательно. Она сейчас как раз в полном своем разгаре. Так, значит по платью. Что у меня? Здесь хочу показать, у меня такие маркеры были. Помните, мы должны были делать расширение для косички два раза первым способом и один раз вторым способом. Вот я так себе их ставила и переставляла, меняла их местами. Этот маркер у меня обозначал каждый восьмой ряд, в котором нужно было добавлять петлю сбоку. Этот означал, красненький у меня означал место, где я меняла рисунок в ряду платочной вязки. И сейчас буквально я тут, у меня осталось пряжи. Ну, тут она такая у меня распалась. И вот, всего получается 42 грамма осталось. Так что я так рассчитываю, примерно 20 грамм. Ну, немножко меньше, чем 20 грамм на один полукруг. Этот наш, как его назвать, полукруг. И часть на вторую, получается, переднюю, заднюю часть полукруг сделать и на резиночку по низу. Надеюсь, что хватит, потому что так вязала, замеряла, примерно смотрела, как там примерно у меня где-то 4 грамма идет на один ряд. Так, и кому интересно, у меня здесь, получается, сейчас, вот, сложу так, внизу у меня 100, нет, 200, 204 петли, получается, по низу идет. Со всеми убавлениями, прибавлениями. Но это не так уж и важно, сколько у вас петель в конце. Важно то, что сейчас нам нужно разделить вязание на две части, вперед и спинку, наполовину. Значит, мы будем делить, так, сейчас поверну свою работу. Смотрите, вот, подмышкой у нас идет боковой бок наш, там, где был шов, не шов. В общем, между этими косичками, боковыми, по боковому шву, нам нужно будет разделить наше вязание на пополам. И, получается, для этого нужно посчитать, то есть, нам даже не обязательно высчитывать все петли по кругу, нам нужно посчитать, сколько у нас именно петелечек между вторыми нашими боковыми косичками. Вот, и так, я посчитала, у меня получается 12 петелечек вот здесь. Значит, я должна провязать и буду, да, сейчас я провяжу, сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, у меня 6 петель там, 6 петель здесь. Здесь, это, получается, моя середина. Я могу здесь зацепить маркер посередине. Вот так. То есть, я знаю, что это половина. Мы будем все вязать на одних и тех же спицах. То есть, нам вторую пару спиц сейчас не нужно. Но мы будем вязать переднюю часть, половину, получается, платье переднюю часть, оборотными рядами. То есть, мы будем идти от одной половинки до другой половинки и потом обратно. И, соответственно, будем вязать то по лицу, то по изнаночке. Значит, я сейчас поворачиваю свое платье, чтобы удобно мне было и вам видно было. И, получается, мы начинаем сейчас вязать. Косичка моя, перекрещивание уже было сделано. И я еще буду несколько, может быть, одно перекрещивание делать, пока, ну, вот этот вот полукруг у нас идет. Значит, так, убавлять буду с каждой стороны по 5 петелечек. Значит, смотрите, вот у меня идет, я сейчас провязываю. От начала, в данный момент я сейчас должна провязать от начала до конца. Но, давайте сейчас я возьму еще один маркер и мы сразу же отметим вторую половинку с другой стороны. Для этого тоже находим место боковое между косичками. И отсчитываем раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть петелечек. И здесь можно зацепить маркер. Даже за спицу можно, в общем, зацепили. Все, это боковая часть. И мы вяжем весь ряд. У меня, получается, сейчас должен идти лицевыми петлями. И когда мы здесь, мы 5 петель не довязываем. Договорились? Все, значит, мы сейчас, вот мой маркер здесь обозначает половину, часть, переднюю. Вот это моя передняя часть, там задняя часть. Заднюю часть мы сейчас не трогаем. И начинаем. Так как я сейчас вяжу лицевыми петлями, смотрите, я начинаю и должна провязать весь ряд лицевыми. То есть, вот так бы, как бы я и вязала, для кругового вязания нашим. Вот, смотрите, и я вот так вот продолжаю вязать все лицевыми петелечками, пока не дойду почти до маркера. Поэтому я сейчас остановлю видео и буду вязать лицевыми петлями, пока не буду ближе к второй половинке. Так, смотрите, вот я вязала, вязала, вязала лицевыми петлями. И вот я уже подхожу ближе к половинке. Вот моя последняя косичка. Я ее продолжаю вязать лицевыми петлями. Вяжу, вяжу, вяжу. И, так как я хочу по 5 петелечек убирать, получается, смотрите, вот до маркера моего я отсчитываю. Раз, два, три, четыре, пять петелечек. Одну провязываю. Все. Остальные 5 не трогаю. Остальные 5 не провязываю. И переворачиваю свою работу на изнаночную сторону. То есть, это был... Сейчас я вот начинаю вязать уже оборотными рядами. Видите, то есть, 5 штучек я не довязала. Первую снимаю. Вот так. И все. И пошла вязать лицевыми петелечками. Даже не лицевыми. Смотрите внимательно, где косичка. То есть, нам нужно вязать изнаночными, как по платочной вязке нашей, чтобы косичка оставалась там у нас с обратной стороны косичкой. Поэтому вяжем все петли косички изнаночными петелечками. Еще одну. После этого платочную вязку мы начинаем вязать лицевыми. То есть, у нас здесь 8 петелечек платочной вязки между косами. Мы их провязали. Теперь наша косичка. Мы ее снова изнаночными вяжем петелечками. 9 петель изнаночных у нас должно быть. После этого начинается у нас снова платочная вязка. Мы вяжем ее лицевыми, так как мы сейчас перевернули наше вязание на изнаночную сторону. Поэтому платочная вязка в оборотных рядах у нас будут все петелечки для платочной вязки лицевые. Вот так продолжаем мы вязать все лицевыми петелечками, пока не дойдем до второй косички. Потом вторую косичку от центра. Смотрите, косичку сейчас будем вязать изнаночными петелечками. Вот, чтобы убедиться, посмотрим. Так вот, теперь 9 штучек у нас будет изнаночными петелечками. И дальше вяжем лицевыми. Лицевыми. И теперь изнаночными для косички. Вот ее видно у нас, она идет. Все, провязали. И теперь мы смотрим, где наш маркер. Вот наш маркер находится. И от него мы отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. 5 петелечек. И получается, что нам нужно провязать все петелечки-косички. Так же само, как с той стороны. И 1 петелечку от платочной вязки. 1 лицевую. Вот. Все, остальные 5 петелечек мы оставляем. Мы их не провязываем. Переворачиваем нашу работу на лицевую сторону. И петли у меня соскочили. Пока я переворачивала. Вот так. Все. То есть 5 петелечек мы не довязывали. Теперь идем в обратную сторону. Снова петелечку сняли. И пошли вязать по рисунку. В этом случае здесь все у нас будут лицевые. Но обратите внимание, что сейчас 1, 2, 3, 4. Что нужно сделать перекрещивание косички. И я буду делать даже на этом сгибе перекрещивание. Потому что я не хочу, чтобы здесь косичка у меня распуск... Как был эффект распущенной косички. Или не до переплетенной. Я хочу, чтобы она до самого конца. Так же, как на рукавах. Она была провязана и переплетенная. Вот, если вы согласны с таким же решением. И тоже хотите, чтобы она до самого конца переплеталась. Тогда вы со мной делайте перекрещивание. То есть нам сейчас нужно будет жгутики на всех 4 косичках перекрестить. Получается. Вот так. Снова нам нужно сейчас 3 провязываем лицевыми. И делаем, меняем местами. 3, 3. Захватила ниточку. И вяжем дальше. Дальше пошла платочная вязка. Остановлю пока видео. Пока этот центр провяжу. Так, серединочку я провязала до 2-го. До 1-го среднего жгутика. И сейчас перекрещиваем. Первый жгутик. Первую косичку жгутик со жгутиком. Сделали первое перекрещивание. И сейчас мы, получается, идем дальше. Проходим. И сейчас нам снова нужно 5 петелечек не довязывать. И давайте посмотрим, какая у нас тут ситуация получается. Потому что 5 петелечек. То есть, вот видите, место, куда мы не довязали. И сейчас 1, 2, 3, 4, 5. Это, получается, как бы частично заходит на жгутик. Но если не сделать перекрещивание, то будет не совсем красиво. Поэтому я поменяю их местами сейчас. Ниточку 1 не захватила. И вот вяжем. 3 провязали. Поэтому я, хоть здесь должно быть, уже остановиться, как бы нужно. Но я все-таки провяжу до вот этой вот первой. Получается, перекрест наш и еще одну отсюда. Получается, сейчас останется, там было 5. И сейчас останется 3. Только для того, чтобы косичка нормально смотрелась. Переворачиваем. Поэтому, когда мы сейчас пойдем в обратном ряду. То нам тоже нужно будет там 3 оставить, чтобы шло симметрично все. Здесь, когда рисунок, то уже, ну, хоть и решил там делать по 5 штучек убавления. Но придется немножко смещать для того, чтобы было симметрично. И, чтобы смотрелось более нормально. Этого будет незаметно потом в работе. Но сейчас, если мы не будем делать симметрично, тогда будет очень заметно. А если там 3-5 петелечек, ну, по рисунку смотрим, так делаем, чтобы было незаметно. Все, пошла середина у нас снова. Снова остановлю, чтобы не утомлять вас всеми своими петлями лицевыми. Вот, смотрите, я подхожу уже ко второй косичке. И здесь видно как раз очень хорошо, где мы в прошлый раз остановились. И, помните, мы должны оставить только 3 петелечки для того, чтобы было симметрично, как с другой стороны. Поэтому мы оставим вот 1, 2, 3. А эти провяжем. Все остальные провяжем. Все, вот я провязала и 3 оставила недовязанных. Переворачиваем нашу работу. И вяжем. То есть нам тут уже перекрещивание, смещение делать не нужно. И мы просто первую снимаем и вяжем до следующего ряда. Следующий ряд, ну, этот весь ряд. Вяжем, вернее, до следующего бока лицевыми петелечками полностью. И ближе к той части я снова вам покажу. Так, смотрите, я вот подхожу уже ко второму боку своему. И мы посмотрим, где у нас было, где мы остановились вот в прошлый раз. И теперь отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5 петелечек. И остальные петелечки мы провязываем. Вот, смотрите, видите, вот 3 и сейчас 5. Остановились и переворачиваем нашу работу на изнаночную сторону. И продолжаем вязать по рисунку до второй части. Первую петелечку здесь мы снимаем. Вяжем изнаночную 1 и остальные платочной вязки сейчас 8 штучек. У нас лицевые. Потом для косички нужно будет провязать изнаночные 9. У нас идет. Потом снова лицевые, изнаночные. И пока мы не встретимся с вами на второй половинке. Вот я уже подхожу к концу ряда. Одну косичку провязала. Сейчас провязываю еще одну. И давайте сейчас посмотрим, где мы остановились. Тоже очень хорошо видно. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. И еще одну изнаночную. И переворачиваем нашу работу на лицевую сторону. Вот мы уже продвинулись от нашей половинки. Видите? Снова одну снимаем. И пошли вязать лицевыми в обратную сторону. Все, вяжем лицевыми. Останавливаю видео. И встретимся с второй половинкой. Стоп, сказала, встретимся на второй половинке. Но поняла, что здесь нам нужно еще в центральной, вот в центральных двух косичках сделать перекрещивание. Сразу не обратила внимания, но будет некрасиво, если мы его не сделаем. Так что быстренько распускаю пару петельчик назад. И перекрещиваем, получается, два жгутика. Та косичка у нас уже более сократилась, а эта еще нуждается в перекрещивании. Так что две центральные мы сейчас перекрестим жгутики. Теперь будет все правильно, потому что распускать не хочется, так что лучше все сразу правильно. Если маленький кусочек, пару петельчик распустить, то это не так страшно. Так вот, получается, в крайней мы уже не делаем перекрещивание, потому что мы там уже не вяжем. Здесь сделали. Теперь пошли вязать лицевыми петелечками. Так, центральная провязала, дошла до косички. И нужно будет перекрестить два жгутика. Сменяем местами. И так, ниточка соскочила. Провязываем резиночку. Ой, простите. Косичку. И смотрим, сколько петелечек нам нужно теперь здесь оставить. Мы уже пробрались вот аж сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, точно оставила. Все, переворачиваем нашу работу на изнаночную сторону. И наше место провязывания становится все короче и короче. Это очень хорошо, потому что вязание идет намного быстрее. Все, девять штучек от косички изнаночными. И дальше пошли лицевыми для платочной вязки. Наверное, здесь уже у нас немножечко совсем осталось. Надеюсь, что ниток моих хватит. Моего кусочка. В общем, вяжем сейчас лицевыми. Вот, смотрите, мы провязали наш изнаночный ряд. И вот снова пять петелечек. Оставляем. Переворачиваем на лицевую сторону. Первую снимаем. И вяжем весь ряд лицевыми. Аж сюда, до следующей косички. Вот, подхожу я к следующей косичке нашей. И вот это место. Снова его очень хорошо видно. Отсчитываем. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, все эти петли мы еще можем смело провязывать. Все. Пять штучек оставляем. Переворачиваем работу на изнаночную сторону. Ниточком поправляем. И первую снимаем. И вяжем изнаночными, потому что там у нас косичка идет. Поэтому ее нужно провязать изнаночными петелечками. Еще одна петля. И дальше лицевыми для платочной вязки. И провязываем весь центр до следующей косички. Вот я провязала до конца. Вяжу сейчас где косичка моя. И давайте посчитать. А, вот как раз. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Здесь место остановиться. И перевернуть нашу работу на лицевую сторону. Немного трудно. Она уже такая у меня массивное платье получается. И немножко трудно уже переворачивать. Смотрите. Раз, два, три, четыре. Это значит, что сейчас нам время снова делать еще одно перекрещивание для нашей косички. Хоть как бы уже не хотелось бы его делать, но придется. Снова меняем местами. И провязываем. Этот ряд, он у нас идет весь лицевыми петелечками. Так как косичка и платочная вязочка. Все у нас лицевыми петелечками идет. Это, наверное, уже у нас последнее перекрещивание в нашей косичке. Так как уже сократятся петли там. И не нужно будет больше делать перекрещивание. Сейчас только еще с другой стороны косичку перекрестим. И снова надо будет обратить внимание, как там сделать убавление, чтобы не только главное 5 петелечек оставить, но чтобы еще смотрелось более нормально у нас. Вот я подхожу к косичке. И будем делать перекрещивание. Снимаем, перекрещиваем и провязываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, давайте посмотрим. Ага, у нас здесь только две остается. Вот я думаю, да, придется их так вот две оставить. Переворачиваем работу. И первую петелечку снимаем и остальные провязываем. Дальше пошла наша платочная вязка. Я в синем платье, получается, на косичках более быстрее снимала. Не так плавно. И получилось, ну, немножко, как, немного подобие квадратного низа, чем полукругового. Поэтому здесь я хочу на косичках не снимать сильно быстро петли, но лучше более плавно, так как, и, надеюсь, что получится более плавный полукруг. Потому что пока вяжешь, его, как бы, не очень видно, но видно только, когда уже довяжешь до конца. Вот, поэтому я думаю, что если здесь лучше две оставить, чем нежели семь петель сразу снять. Вот, поэтому, надеюсь, косичку нужно вязать. И она у меня уже начала здесь. Да, вот эта петелечка уже нужно ее... Правильно же, да? Изнаночными. И нам придется с этой стороны тоже только две петелечки оставить. Все, переворачиваем на лицевую сторону. Простите, приходится уходить с камеры в сторону, чтобы развернуть свою работу. Вот, первую снимаем и пошли вязать в другую сторону. У меня еще, вдобавок, из-за того, что остаток ниточек, они тоже хотят путаться, потому что моток был очень большой, 200 грамм. И середину я вывязала, а вот край такой пышный, широкий у меня остался. И ниточки, они хотят немного путаться, зацепляться друг за друга немножечко. Ну, не так, что сильно, но нужно, получается, их поправлять. Вот, снова они идут ко мне. Маленькая загвоздочка здесь. Все, расправила ее. Можно дальше вязать. Вот, теперь мы доходим снова до косички. И здесь мы уже можем полноценные пять петель нормально оставить. Здесь нам пока что ничего не мешает. И нам не нужно меньше оставить их. Вот, смотрите, раз, ага, вот две. Вот наше место, пролетик такой. Раздвигайте, смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Все. Эти пять петель мы сейчас... Все, получается, от косички немножко взяли, немножко оставили. Все, переворачиваем нашу работу на изнаночную сторону. Снова с камеры уберу работу, чтобы перевернуть нормально. Вот, мы снова назад пришли. Первую петелечку снимаем. Одну петелечку изнаночной провяжем. И все остальные пошли лицевыми. И сейчас нам нужно только дойти до начала второй косички. И тут мы тоже пять штучечек уже оставим. И наш уже полукруг достаточно хорошо формируется. Мы дошли до конца ряда. Оставляем пять петелечек и переворачиваем нашу работу на лицевую сторону. Перевернули. Все. Первую петлю снимаем и вяжем лицевыми петлями до следующего нашего места. Доходим лицевыми петелечками до второй косички. И здесь, смотрите, вот наше расстояние, где мы остановились. Теперь нам нужно раз, два, три, четыре, пять. Я обычно так палец ставлю. И провязываю остальные петелечки. Все. Переворачиваем. Мы уже очень близки к нашему концу. Лицевыми петлями вяжем. Мы сейчас по изнаночной стороне идем нашего платья. И. Еще несколько петель. И смотрите, вот раз, два, три, четыре, пять. Значит, две петельки еще провязываем. И переворачиваем нашу работу на лицевую сторону. Первую петлю в эту сторону оставляем. Мои маркеры стучат по столу. Так, где наше место? Вот оно. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, эти все остальные петельки мы спокойно провязываем. Все, пять петель оставили. Переворачиваем работу на изнаночную сторону. То есть, нам уже осталось парочка только поворотов наших. Раз. Лицевыми петлями вяжем до места нашего. И вот, сейчас, раз, два, три, четыре, пять. Вот, пять оставили. Переворачиваем. И смотрим, сколько у нас тут остается. Смотрите. То есть, вот этот кусочек уже... Я вот думаю о том, что, наверное, его... Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Не, в принципе, мы можем еще провязать немножечко. Но на изнаночном ряду нам уже придется остановиться. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Вот здесь все переворачиваем на изнаночную сторону и провязываем наши последние, финальные петли. Раз, два, три, четыре, пять. Еще три петли провязали. Все, переворачиваем на лицевую сторону. И у нас здесь, получается, остается в центре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять петель. Все, эти девять петель мы провязывать не будем. На этом месте я, получается, вот так вот оставляю нить просто. И нам нужно будет просто перейти, получается, не к этому маркеру, а вот переснять все петельки. Можно было бы провязать до конца ряда, но я не хочу. Я просто здесь нить оставляю. И мы переснимаем все петли, чтобы мы могли оказаться на боковом, ну, не шве, но, в общем, чтобы мы сбоку оказались. Для того, чтобы мы могли начать вывязывать такой полукруг на спинке. То есть нам нужно добраться к этому маркеру, чтобы наши... Просто, видите, я переснимаю. Моя нитка там осталась, и я просто переснимаю сейчас петли на другую спицу, с левой, на правую. Для того, чтобы просто оказаться возле второго маркера своего. Вот, почему именно к этому маркеру я хочу подойти? Для того, чтобы начать вязание полукруга для спинки именно по лицевой стороне. Так как мы здесь начали вязание по лицевой стороне, так же само я хочу начать вязание спинки по лицевой стороне. Все, вот я дошла до маркера. И хочу сказать, что вперед полукруг у нас связан, но его особо сейчас не видно, потому что платье как собрано... К сожалению, мне придется здесь остановиться. И у меня сейчас нет времени продолжать записывать свой мастер-класс, так как мои малыши проснулись. Вот, поэтому я, наверное, сначала думала не ставить, но, наверное, я сейчас этот кусочек видео, мастер-класс, по тому, как взять полукруг впереди, поставлю и постараюсь завтра поставить вторую часть. Как сделать полукруг на спинке и так же вывязать резинку. То есть мы в следующий раз уже с вами до конца довяжем наше платье. И уже можно будет делать фотографии с финалом. Ну, все, всем пока. Вяжите пока что вперед полукруг. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!